Потому что это, я говорю исключительно о тех объектах, вот этой незаконной рекламной деятельности, которые находятся на зданиях, за что несет ответственность, соответственно, городское поселение Сергиево-Пасад. Вот хочу довести до вашего сведения, что есть вот такая даже аналитическая записка была специалистами проработана. Она, наверное, многих удивит и ошаражит. Количество рекламных досок на территории Сергиево-Пасадского муниципального района 1458. Сразу нашу корректировку. Установлено было сотрудниками УМВД, что в ходе проведения проверки по данному факту было установлено, что на территории городского поселения Сергиево-Пасад, на фасадах жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК-Пасад», незаконно размещены рекламные информационные доски порядка тысячи штук. То есть из тысячи, значит, четырехсот, тысяча – это наши, в нашем городском поселении. Я не зря оцентировал на это внимание, прошу набраться стерпения. А теперь смотрите, какая аналитика. Количество листовок в одной доске – 12 штук. Стоимость размещения листовок на одной доске в месяц – А, значит, стоимость размещения листовки формата А5 – 2,5 рубля в день. Было, по крайней мере, сейчас, может быть, даже больше. 2,5 рубля в день. Стоимость размещения листовок на одной доске в месяц – 900 рублей. Одна доска стоит, которая переносит прибыль. Стоимость размещения листовок на 1458 досков в месяц – 1,312,000 рублей. Стоимость размещения листовок, ну, также, вот на количестве на 1458 в год – 15 миллионов с копейками. Стоимость размещения листовок за 5 лет – 78 миллионов. Я мелкие цифры отбрасываю. В бюджет не поступило госпошным на сумму 4 миллиона 374 тысячи рублей. Вот вам казалось бы, как вот некоторые говорили, вроде мелкий вопрос. Вроде мы говорим, давайте кого-то сокращать. А я говорю, не сокращать надо, а находить возможность изыскания получения что в городской, что в районный бюджет, дополнительных законных источников, кстати, пополнения бюджета. И приводить эту отрасль в законное условие. Почему я исключительно считаю, что наш городской совет, и вот тут было еще и вопросов, которые также могли бы мы эту тему подколкнуть. А теперь смотрите еще какое безобразие, значит, произошло. Да, районные власти направляли заявление в ОМВД. Значит, какие ответы, они короткие, я вам почитаю. Значит, в одном ответе они пишут о том, что в ходе проведения проверки по данному факту было установлено, что на территории городского посадного фасада и жилых домов, находящихся в управлении ООО «Фасад Энерго» или законно разбили рекламные информационные доски, порядка тысячи штук. Согласно ФЗР рекламе, установка рекламных конструкций допускается при наличии разрешения на установку рекламной конструкции, выдаваемого на основании заявления собственника и владельца соответствующего недвижимого имущества, либо владельца рекламной конструкции, органа местного управления, муниципального района, территория которых предполагается осуществить установку данной конструкции. Однако данные рекламной конструкции установлено все разрешения на установку рекламной конструкции, из-чем признаются незаконными установленными. Значит, в ходе проведения дополнительной проверки был опрошен директор организации, который пояснил, что сотрудниками был выявлен факт возмещения на жилых домах Северопосадского района рекламных доступов, в том числе маркировкой СП-информации, а так, что на данный момент ни одной организации, индивидуальной предпринимательной администрации посадского района разрешение на размещение рекламных доступов на жилых домах не выдано. Надо совершение руководства посадной энергии противоправных действий, подпадающих козы, отказать, возбуждать дело. Понимаете, логику сотрудников, это еще не все. Тут еще короче цена, чтобы вы понимали. И вот что пишут еще сотрудники, отвечают. Значит, посадная энергия получила запрос из ГУМВД посадского района. В чем, так, на основании, что в настоящий момент документальное доказательство совершения руководственного посадки энергии противоправных действий, подпадающих козы, отказать. То есть смысл в чем? Они не могут найти, опросить вот этих вот, якобы, руководителей, вот этой СП-информации, прошу прощения, СП-информации. И на этом основании, просто не опрося никого, они постоянно, систематически, сотрудники, нерадивые, на мой взгляд, сотрудники УМВД, отказывают вот и не проводят качественную проверку. А от этого страдает и районный, и городской бюджет. Поэтому это не такая простая тема. Более того, значит, я вот на фотографии фиксировал, я от коллег видели, но я пока, значит, и вы сами видите на таких домах, когда вот эти информационные доски, они должны, в принципе, быть действительно информационными, на которых должны быть размещена информация управляющих компаний, значит, информация, пора, очень важная, даже, может быть, несущая какую-то, с точки зрения, ну, образовательную позицию. Почему? Вообще, по большому счету, мы можем, и в том числе, мне кажется, вот, дополнить, вот, обратиться не только в управление внутренних дел, но еще и принять решение, чтобы руководство города проработало этих вопросов управляющими компаниями. Управляющие компании, во-первых, имеют право и, на мой взгляд, обязаны демонтировать незаконные конструкции. Это раз, то есть они тоже могут принять вот эти вот меры. Да, они могут демонтировать. Более того, сейчас, ведь смысл в чем? А какие-то деньги, а как выясняется, немалые, могли бы получать эти дома и на лицевые счета зачисляться? И в чем еще вопрос? Мы порой спорим о каких-то устроительных работах, порой незначительных, да? А это как раз источник поступления в этой ситуации. Но вы правы. По сути, не только в ОМВД должны заинтересоваться, но наша городская власть, они также могут принять в этом деятельное участие. Но я все-таки настаиваю, что ее управление надо направить, потому что это длящиеся, не побоюсь этого слова, ну, даже из заявлений, вот, ответов в ОМВД, значит, преступления, как бы, неуплата налогов и прочее, прочее. Продолжение следует...